привет всем и дорогие подписчики гости моего канала с вами нервис у нас будет на обзоре вот такая карта от nvidia это geford gtx 2080 у нас эта карточка никак видите не референс от аурус и эта карта по моему такому скажем личному мнению одна из лучших карт который вы можете купить среди 2080 тут очень хорошая продуманная система охлаждения и по многочисленным отзывам среди вот карт первых которые появились на рынке у этого производителя меньше всего брака то есть можете заметить что сейчас когда появились вот эти новые карты 2080 очень много было отзывов в интернете что rtx там почти все бракованы там чипы отпадают либо еще что-то в общем некоторые карты прям с коробки не запускались некоторые карты уже на следующий день давали артефакты среди 2080 очень было много брака и очень было много карт поначалу которые прям в первые же дни относили в магазин из-за каких-либо неполадок давайте-ка ее распакуем и посмотрим что там внутри чем видеокарта статак лежит посередине коробочка у нас в комплекте тут как видите есть вот такая наклеечка нас конечно она не особо интересует давайте предоставим саму карту да она очень увесистая она очень большая мало того что вот этой как видеокарта одна из самых больших коробок которые у меня были когда-либо на руках так еще самая вот эта видеокарта она очень большая несколько раз попадались мне 1080 гигабайт и вот мне кажется вот что 1080 гигабайт будет чуть-чуть наверное поменьше чем вот эта карточка то есть эта карточка так помассивнее будет ну либо мне так кажется в общем первое впечатление что она больше реально заметьте что у нас тут на упаковке есть вот такая пломба от гигабайт то есть если вы покупаете новую карту то вот эта пломба должна быть закрыта это я говорю на случай если вы купите в каком магазине карту откроете а внутри она вот уже будет вот так вскрытой то есть знаете что скорее всего ей же кто-то до воспользовался и карта не но вот так эта карточка выглядит очень солидно очень массивно тут очень продуманная система охлаждения питание видеокарты осуществляется двумя проводами по 8 пин если смотреть на бэкплей то видно что внутри есть термопрокладки то есть бэкплей то он как бы играет роль тоже своеобразного такого радиатор хотя на самом деле это уже заморочки производитель как вы должны понимать слишком много тепла он не отведет в общем система охлаждения тут прям очень очень продуманная во первых у нас радиатор тут соприкасается не только с мосфетами но и с дросселями питания то есть это очень очень большой плюс как вы знаете мосфета дросселя это одна из самых важных частей видеокарте потому что они осуществляют ее питания и вот эти детали видеокарты ни в коем случае не должны быть слабо продумано это очень еще раз повторяю большой плюс производителя нас подумал и сделал так что тепло тут будет забираться из тех из тех элементов также ребятки если посмотреть чуть вперед в то место где у нас располагается графический чип и чипы памяти можем заметить что тепло отводится также из графического чипа и из чипов памяти то есть очень хорошо охлаждается тут большая такая никелированная медная пластина как можете видеть у нас тут виднеется 5 медных трубок которые пронизывают весь радиатор трубки все эти довольно таки толстенькие красивые в общем все это выглядит довольно достойно система охлаждения у нас тут тоже довольно продуманная то есть у нас как и в 1080 и как версиях extreme stark стоят два больших кулера и между ними стоит вот такой один поменьше как показала практика такая система охлаждения довольно хорошее имеет право на жизнь и температуру обычно таких видеокартах довольно низки ладно ребят не будем разгологольствовать давайте-ка посмотрим на что способна данная видеокарта погоняем ее в разных компьютерных играх начинаем а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...